ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оказывается, несколько лет назад в нашей стране запустили производство инновационных грузовых вагонов. О какой инновации идет речь, мы очень хотим понять. Для этого приехали на самый современный вагоностроительный завод в нашей стране, в город Тихвин. Только, по-моему, меня куда-то не туда увозят. Подождите. Все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рабочий стаж нового завода всего 3 года. Стоимость 30 миллиардов рублей. Мощность 48 вагонов в день. Здесь трудится сотня роботов и 6,5 тысяч человек. Круглосуточно. Минераловозы, зерновозы, полувагоны. Все нового поколения. Например, за год могут перевести на 30 миллионов тонн угля больше и на 20% дешевле, чем устаревшие аналоги. Лучше подняться наверх, чтобы всю нашу линию можно было отсюда увидеть. Это у нас автоматическая линия по формированию колесных пар. За стабильность и качество отвечают здесь роботы. Да. Вот как раз наша инновационная тележка. Почему иностранное слово? Это марка. Хорошо себя зарекомендовала в Америке. Были выкуплены права на эту тележку и адаптированы под российские условия. Трехэлементная тележка. Рама, балки, колеса. Но сделаны так, что выдерживают, опять же, на полторы тонны больше советских. Скользуны, адаптеры и клиния. Эти детали изготовлены из стокопрочного чугуна. Рессорное подвешивание в этой тележке совершенно новое. Кстати, здесь я впервые поняла, что об вагонной тележке можно говорить как о спорткаре. Также восторжено. Кусочек линейчатого рессорного подвешивания. Объемный клин. Колеса S-образные, 25 тонны. Говорите, что сталь стала тоньше, но прочнее. Я могу по нему гулять? Без проблем. Атмосферостойкие, коррозионно-стойкие стали, которые прочнее там на 50%. Заготовки вырезаны из листа. Робот в автоматическом режиме гнет в уже готовую деталь, которая в дальнейшем будет установлена на вагон. Вагоны вращаются на 360 градусов. И сварщики в нижнем положении в удобном для себя варят качественный шов. То есть не сварщик вокруг вагона ползает и заваривает швы, а вагончик сам крутится перед сварщиком? Если выгодно варить роботами, варят роботы. Это у нас одна из автоматических линий по сборке боковых стен. У нас используются две самых современных линии по нанесению лакокрасного покрытия. Перед покраской вагоны шлифуют, грунтуют, затем напыляют слои современного покрытия. Обратите внимание, с линии на линию новый вагончик стоимостью в пару миллионов рублей перевозит специальный транспортер. Бережно. Пока что только Россия эти вагоны. Надо понимать, что с 15-20 это клея, который используется в Российской Федерации, Финляндии и в странах СНГ. Они уже обратили внимание на ваших вагонах? Да, конечно. Для справки. Да, наша отрасль железнодорожного машиностроения сейчас как бы задержалась в депо. Ожидает финала кризиса перепроизводства. Но в самом масштабном грузовом ЖД парке мира четвертую часть вагонов, 300 тысяч, уже можно списывать. Здесь готовы и к погрузке, и к разгрузке. А склад готовой продукции похож на полноценную сортировочную станцию. Я думаю, с таким заводом мы можем надеяться на экспресс-обновление железнодорожного парка грузовых перевозок страны. Это тоже хорошая новость.